Ты готов? Да. Есть такая команда, надеть противогазы. В теории школьники знают, как надеть противогаз, а на практике им это делать не доводилось. Но повод нашелся. 1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны. Для восьмиклассников школы номер 31 был проведен день открытых дверей в учебном классе курсов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Артемовского городского округа. Там им рассказали об элементарных правилах поведения в случае наступления опасных для жизни и здоровья обстоятельств. Вообще-то надо всем знать, взрослым и детям, как защититься в случае чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Как действовать, чтобы они остались живы, здоровы и оказали помощь, не дай бог такое случится, своим одноклассникам. Город Артем не находится в зоне риска техногенных и природных катастроф, но иногда и у нас случаются чрезвычайные ситуации в виде ледяного дождя, ливневых подтоплений или природных катаклизмов. В 1950 году в районе реки Майха было землетрясение 5 баллов. Жители говорят, иногда бывают отголоски землетрясения, люстры катаются. А в районе Майхи в 1950 году были какие-то разрушения? Нет, я такого не нашла. Когда искали информацию, мы такого не нашли. То есть не было. Во время лекции ребятам были продемонстрированы индивидуальные средства защиты – противогазы, самоспасатели, респираторы. Респиратор РПГ-67. Он применяется при химическом отравлении и радиоактивной пыли. Если все-таки есть подозрение, что радиоактивная пыль попала в воздух, тогда следует определить уровень радиации при помощи дозиметра, который мы тут же проверили, чтобы убедиться в его эффективности. Прибор показал 0,17 микрорентген в час. По анормативам 20 микрорентген в час считается нижней планкой. Поэтому мы находимся с вами в безопасности. Очень надеемся, что все эти приборы и средства защиты школьникам в реальной жизни не пригодятся. Но нужно быть готовым к любым ситуациям и в случае необходимости следовать советам опытных спасателей и верить в надежность средств индивидуальной защиты. Самое главное в данный момент не паниковать и ждать спасателей. Ну и, наверное, если есть под рукой телефон, отправить сообщение о происшедшем. Если бы все люди умели пользоваться хотя бы респиратором РПГ-67, который защищает от химических и радиоактивных отравлений, то мы бы с вами были в полной безопасности. Александр Наточев, Денис Наддельный, Данил Коровченко. Городские новости. Телеканал Лента. Пみたい exercises по 3-8 км. Продолжение следует...